всем привет это небольшое видео о том как соединить элементы если у нас испорчены пятаки либо их отсутствие вообще полное в том плане если у нас элемент на какую-то сторону плохо закреплена мы можем восстановить достаточно легко но этот способ я бы сказал дороговатый потому что эти лаки они стоят приличных денег для начала вот он контакт который используется в автомобиле для того чтобы восстанавливать нагревательные контактную площадку на заднем стекле также этот способ может нам понадобиться если мы хотим собрать например маленькую батарею солнечную как вы помните в одном из роликов я говорил что можно сделать шину из обычные провода то есть в данном случае обычные волоски то есть это многожильный проводок где достаточно одного-два волоска что в принципе передать эту мощность которым нам нужно можно конечно залудить все заранее в принципе чтобы показать это в принципе можно и не делать итак отрезаем нужный нам проводок вот он лежит к сожалению у меня фотоаппарат все это дело будут производить одной рукой открываем тюбик перемешиваем это все дело кстати для тех у кого повреждена полоска тоже скажу одну вещь вот чтобы подготовить данную смесь надо очень тщательно перемешать чтобы она была более густая вот как бы видим льется хорошо здесь автомобильный лак используется достаточно хорошая вещь то есть не боится влаги но обезжиривать перед тем как носить придется но это для автомобиля как видим вот на столе быстро высыхает принципе смывается спиртом полное высыхание вроде наступает через 24 часа там уже механические только и рекомендую как бы пользоваться лезвие к сожалению в последнее время у нас перестали продавать так как было раньше это лезвие для одноразовых станков советских да где 10 штучек шло в комплекте или мили достаточно острую поверхность то есть данном случае можно использовать канцелярский нож чтобы это все как был убрать и так вернемся к тому чтобы нам закрепить элемент давай показываю и так как видим тут небольшая капелька у нас образовалась после того как он высох но это 24 часа то есть надо готовить элементы заранее принципе выдерживает приличный ток ну не 10 там не 20 ампер ну ампера 2 3 должен выдержать кстати вот кому интересно время схватывания 30 минут и при необходимости повторить изделие пользуется через 24 часа разбавляется спиртом продаются жидкие гелевые вот такие вот крема еще вот хотел бы обратить внимание на вот такую вот вещь тоже китайская вещь такая продается на и бы в основном за границей стоит она прилично и честно говоря поставить по сравнению вот это вот с тем это просто полная г с большой буквы этого слова качество здесь очень низко здесь используется графит люди знающие как бы даже с лаком размешивая графит как бы очень плохо переносит напряжение там используется металлическая крошка до такой степени мелкая на в порошок то есть там как бы у нас соединение получается более мощно в принципе для слабых панели да можно использовать такое вот барахло но как бы все-таки рекомендую использовать нормальный клей с лаковой основой как вы видели заранее здесь было отделение лака то есть он отстоялся это говорит о качестве то есть соответственно после того как мы перемешали уложим там минут на пять до после чего как когда лак начинает как бы опять отстаиваться до заново перемешиваем это все дело что у нас была однородная масса тогда эта масса даже где высохла на стенках она будет сползать вниз то есть она уже как бы начнет поддаваться и тем самым у нас получится более качественное скажем соединение ну сразу говорю вот здесь вот просто проверено было при нагрузке где-то один ампер вот это вот штука у меня выдержала а вот это вот у меня обгорело просто вместе где у меня сварилась два элемента она почему-то нагревалась и просто искрила и в итоге получался не контакт у меня работа с этим с этими компонентами было давно то есть я восстанавливал довольно сложные приборы которые как бы в россии никто не восстанавливал то есть дисплеи на жидком ну на пластике которые то есть только жидкой можно нанести дорожки восстановить то есть я использовал грубые методы для работы специальные палочки не вот такие вот зубочистки до здоровы буквально там их кромсал на тонкие-тонкие палочки делал из них кисточки рисовал заново дорожки то есть у людей работали такие вещи годами после этого там техника тоже не дешевая цена у техники было как за автомобиль можно было купить за эти деньги поэтому как бы шли просто деваться некуда новая например стоила пол автомобиля как бы запчасть и приходилось как бы делать так вот как видим за проводок я уже таскаю это говорит о том что уже приклеился схватился лак кстати отлично вообще адгезия с пластиной то есть у нас пропитывается да и получается лучше контакт сразу скажу одну вещь если вы сразу замерите до через 30 минут пока у вас полностью не испарится связующее вещество который лак с порошком этим связывает и разбавляет например в данном случае ты не спирт там что-то другое но она со спиртом как бы смешивается самый простой как бы разбавитель растворитель так скажем пока это полностью не выветрится и не высохнет здесь вот может быть сопротивление как только пройдет 24 часа ну то может меньше конечно толщины слоя все зависит то есть сразу появится нулевое сопротивление это уже проверено то есть я сам пару раз подгонялся но раньше я использовал более такие скажем крутые смеси которые засыхали за пять минут полностью цена у них была 300 рублей за грамм здесь же мы получаем 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 2 грамма за 100 рублей что в четыре раза дороже есть также графитовые спреи графитовые пасты графитовые карандаши с графитом здесь работать нельзя здесь надо более серьезная на лаковой основе что-нибудь более крепкая и долговечная потому что не забываем после чего после того как мы это все спаяем соберем нам надо будет это еще в корпус сделать который будет также должен быть герметичным максимально смазку превратилась еще успею убрать после съемки ролика ну что пожалуй все кстати с этой стороны можно тоже найти аккуратное место да и также взять палочку вот этот вот кончик надо немножко раздробить чтобы он превратился в кисточку то есть можно достаточно об стол потом немножко выровнять помохратить это дело все я обычная на бумажку куда-нибудь капал и оттуда проще просто и просто наносим на элемент том месте где вот тут уже вот в этом месте просто подсохла достаточно жидкой должно быть просто наносим также элемент заводим контакт на элемент и аккуратно капаем и все связь готова при этом у нас поэтому проводнику не столь важно будет сколько он там закрывает согласитесь такой толщины провода это не вот это широкая дорога которого элемента соответственно если вы паяете для вот такого элемента вам потребуется больше этого лака то есть у вас может уйти были чуть ли не пол грамма на то чтобы восстановить одну точку потому что там придется работать очень хорошо перемешивать во первых это все дело и работать слоями то есть чтоб максимально зафиксировать потом можно дополнительно зафиксировать супер клеем как бы не сильно размазывать делать точечно супер клеем например поверху либо использовать автомобильный лак еще кстати такой доп 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 конформация вот есть вот такие вот маркеры ну не это не маркер это скорее всего автомобильная краска то есть для того чтобы восстановить царапины то есть я многим просто занимаюсь так что познание немножко есть то есть если его открутить там будет кисточка сейчас секундочку вот я раскрутил у нас там есть кисточка данная краска есть во первых прозрачная есть не прозрачная любого цвета и вот можно как бы защитить место вот где мы нанесли токопроводящего покрытия как бы краской и тоже придется подождать но в данном случае это уже работать не будет потому что первый слой он не высох до конца авто вот этот слой который лака нанес это автомобиль ну краски это автомобильные краски которые у нас предназначены для того чтобы использоваться в разных тяжелых условиях и они максимально просто защитят ваш контакт и там ну краска это сохнет за пять минут до конца и соответственно вы получите более качественные соединения то есть вы уже можете не бояться что вы отломаете что-нибудь ну вот с шинами тут придется быть осторожнее потому что шины все таки пластины которые менее гнутся я бы все таки рекомендовал использовать не вот такие тонкие провода ну десять таких например смотать и вот их как бы используют для передачи тока от элемента к элементу потом после того как это все высохнет паять это уже место нельзя можно в принципе тоже либо лаком покрыть либо краской почему паять нельзя просто когда вы начнете паять у вас обязательно в местах стыковок с элементами ну провод просто вылезет и все соответственно то же самое что и с машиной происходит когда перегреваем элемент краска просто отлетает либо начинают как бы у нас пузыриться ну надеюсь кому-то домой совет поможет ну первым делом я говорю если элемент у вас не появится соответственно попробуйте их для начала просушить вот кстати вот видим полоса которая на элементе вот здесь изображена она идеальная она у нас белого цвета и таки вот эти вот должны быть такого же цвета то есть иметь ярко выраженный белый оттенок если этого не происходит то значит плохое качество покрытия соответственно надо попробовать во-первых просушить можно просушить в духовке но не в микроволновке иначе у вас будет дорогой фейерверк ну что на этом пожалуй все побеждает у нас в этом ролике лак супер проводимый в принципе игрушка классная возьмете не пожалеете всем спасибо за внимание всем удачи извиняюсь за оговорки просто уже время позднее